Да, 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 да. Много времени прошло, все это знают. О чём это я? Ах, да. Две разные версии одной поразительной истории. Одна от гиперионца, придумавшего коварный план по свержению своего конкурента. Он перехватил тайную сделку с удивительной наградой, ключом от хранилища. Найти сообщников было просто, а вот настоящий ключ отнюдь. Вторая история — это феристки из Пандоры, которая затеяла сделку по продаже фальшивого ключа. К сожалению, не всё всегда проходит. Ну, знаете, так задумано. Неиспользованная пуля — заработанная пуля. А теперь они оказались узниками обстоятельств, поставив на кон свои собственные жизни. Они были готовы противостоять психам, головорезам, даже искателям хранилища. Но вот предательству... Нельзя быть готовым к предательству. Друзья мои, ну что же, он не мог предвидеть этот выстрел. Бордерлендс у нас. Денежки были утеряны, но вот путь к хранилищу лежал прямо у них под ногами. По тарелле они нашли проект Гортис — жемчужину Атласа. А ещё падшего короля, что хотел вернуть свой трон. Друзья мои, это Tales of the Borderlands. Вроде бы так игрушка называется. Это ненавязчиво так у нас подоспел второй эпизод. Несмотря на то, что игрушка вышла несколько лет назад, мы с вами как-то её прослоупочили. Я что-то даже не проходил, но понял, что потерял очень многое. Поэтому надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, подписочки. И нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы быть в курсе новых роликов на канале. Ну, а мы, как говорится, продолжаем. Усаживайтесь поудобнее. Какого хрена я не сплю? Эй, может будешь говорить, а не стрелять? Ты ведь попусту тратишь пули. Да, ладно. О-оу, кажется, у них большая проблема. Твою же мать, ты мне всё плечо обслюнявил. Что? А, да, как много слюны. Мне аж пить захотелось. Да что с тобой не так? Вот, теперь мы в расчёте. Ты ужасна. Хватит! Я собираюсь развязать вас. Не заставляйте меня пожалеть об этом. Ведь вы пожалеете ещё больше. Конечно, давай. Мы будем очень послушными. Хм. Нам предстоит долгий путь. Мы должны выдвинуться до восхода солнца. Можно мне разочки ударить? Нужно выпустить пар, пожалуйста. Научись управлять гневом. Весь этот негатив плохо скажется на... Всего... Всего разочек. Воу! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, вот теперь я в собственном расчёте. Ты ударил меня? Пошли. Этот чувак похож на Рейдена охеренной. Итак, на чём мы остановились? Что ж... Так... А, боже! Что такое? Я... Я не знаю. Так, ты ведёшь себя странно. Это значит, ты ведёшь себя... Ты счастлив, что ли? Думаю, что да. Он в порядке. Он точно в порядке. Думаю, ему просто нужно на воздушек. Какого, блять, хера творится? Он пошёл наверх туда, где больше воздуха. Потому что там выше, и это... Эй, что это за карта? Компьютер! Увеличь. Не думаю, что это сработает. Саша, хватит. Увеличь! 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 Увеличь компьютерное изображение! Хватит! Компьютеры работают не так. Вы будто пещерные люди. Нельзя просто кричать монитору в надежде, что он что-то сделает. Может, у меня получится включить легенду? О, боже. Так, эта ебатория развалилась. Со мной всё в порядке. Не очку, ёпта. Ты его сломала. Ай! Чёрт, мятери. Так, давайте подберём его. Вау! Эй, Фью, уж поверь, эту половину тебе лучше не трогать. А эта половина её получается. Я не понимаю. Эта штука ударила током всех, кроме тебя и Риза. Возможно, она каким-то образом пометила вас. Странные технологии Атлас. Навероятно, просто. Сканер сетчатки включён. Активированы протоколы безопасности. Требуется сканирование сетчатки. Пожалуйста, подойдите и идентифицируйте себя. Может, стоит уйти отсюда, пока ещё есть такая возможность. Ммм, чё рано выходить. Эта карта может привести нас к хранилищу. Мы не уйдём, пока не поймём, куда именно указывает карта. Чёрт, мятери. Пожалуйста, подойдите и идентифицируйте себя. Так. Использовать терминал. Давай попробуем. Чё-то как-то иностранно ходит. Япона, мать. В доступе отказано. Сотрудник не опознан. Вызываю генерала Полукса. Мамочки, наверное, это не очень хорошо. Тихо, вы слышали это? Это генерал? Похоже, генерал всё это время находился в клетке. Что ж, это жутковато. Твою же мать. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что никакой генерал сюда не пожалует. Иначе там просто пиздос. Поднос. Поднос пиздос. Такс. Хмм. Там ничего интересного. Но кто-то здесь бывал. Кто-то это поел уже. Странная капсула. Так. Большая жёлтая кнопка. Давайте нажмём её. Оп. Интересно. Ёптвою мать. Твою ж дивизию. Да уж, именно это я и ожидал увидеть. Господи, Иисусе. Генерал, это тот самый генералишка. Итак, нам осталось вырвать ему глаз для сканера сетчатки. А может, нам следует просто перетащить его компьютер и всё? Так. Долбим-долбим-долбим-долбим-долбим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Он не слишком-то и лёгкий, на самом деле. Это же огромная туша мяса. Хоть и уже такого криогенного мясца. Сейчас ему ноги, блядь, затяпало там и всё. Пиздарики. Что ж, это не сработает. Он нехило там застрял. Что теперь? Он нужен для сканера сетчатки. Так ведь он нам нужен, не ведь же, полностью. Такой эпичный у нас. Так, что будем делать? Давайте попробуем обыскать карманы. Надеюсь, перочинного ножа там не будет. Ну и сколько же у него баблишка? Не так уж и много. Я думал, у генерала будет при себе прилично карманов бабла. Так, у нас немножечко деньжат. Поимели такой, нехило. Так, что там у тебя ещё есть? Медаль, давайте посмотрим. Посмотри на его форму. Это военный атлас, причём с высоким званием. Кстати, что правда, то правда. Глаз подобрать, осмотреть. Что, реально вон в глаз? Попытаешься вырвать глаз голыми руками, раздавишь его. Если у тебя есть идея получше... Да любая другая идея будет лучше. Так, давайте осмотрим его глаз. У него жуткий взгляд. По сути, ты оказываешь ему услугу. Вряд ли бы он с этим согласился. Согласен, чё-то как-то реально стрёмно. Фу, хорошо. Хорошо, хорошо. Давай смотреть. Так. Что ты мне расскажешь? Мне следовало догадаться, что всё будет именно так. Что всё будет адски херово. Там была вилка, по-моему. Чё, вилкой будем выковыривать? Бля. Уайцы с дым сквозь дым. Что ж нам делать-то теперь? Чё-то жарко, блядь. Так. Я как понял, что сейчас будет происходить, это хуже, чем кальментина себя зашивала. Это ж вилка и ложка. Это как в анекдоте, слышь. Тарелька-вилька без мягкого знака пишется. Ты так или иначе, нам всё равно придётся вырвать ему глаз. Эм, что-то было, блядь. А, это типа мой инвентарь был. Я понял. Маска жуткого скелета, частица Горчиса, Тиринджер. Так, ну что, теперь самое... Как-то она, блядь, ёргана ходит, и мне кажется, хер его знает, что с игрой. Так. Ох, ты ж ёпона мать. Фух, надеюсь, что никто сейчас не кушает. Ладно, это полный пиз... Ну, вы поняли, ладненько. Да, ты должна это сделать. Представь, что это просто яишенка. Я должна это сделать, потому что я... Ебать. Просто ткни ложковилка ему в лицо. Ну, зачем ты мне это говоришь? Да я просто так, может, просто сделайте это. Ладно, 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 ещё сделаем. Мы вымем ему глаз. Ебать. Фу. Ау. Хо-хо. Что это было? Блин, ты разрезала глаз пополам. Звёхлынула кровища. Зачем ты мне про это рассказываешь? Я всё прекрасно ощутил на себе. Точно, прости. Слушай, я просто хочу сказать, что у тебя осталась ещё одна попытка. Верно, потому что у него всего два глаза. Один глаз теперь. Ты у нас математик, верно? Я просто подожду в сторонке. Ну, поехали. Хиба. Опа. Отлично. А пока всё очень даже неплохо. Хватит меня отвлекать, мать твою. Угу. Фу. Ёпта. Не могу понять стол. А, стал ли он выглядеть лучше или хуже? Он выглядит гораздо хуже, уж поверь мне. Если собирался обливать, делай это сейчас. Я просто пытаюсь помочь. Ой, бля. А, фу. Ты почти что закончила. Просто отрежь эту штуковину, на которой, ну, глаз висит. Бля. Уу, 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 тихо. Ну, как-то так получается, спасибо. Эй, ты даже чуть не раздавила его? Я бы точно раздавила. Давай просто отнесём его к сканеру. Хибать копать. Так, ладно, хорошо, где там этот сраный сканер? Где-то он там был, по-моему. Так, идём сюда. Сейчас мы это дело заценим, и всё будет найс. Так, где у нас этот чёртов сканер? Давайте посмотрим. Вот он у нас. Использовать глаз нашего генерала Полукса, или Полупта, или как там, ну, Полубока, блядь. Ёпта. Сообщение первое. Афина, хранилище Гуртиса, Старая Гавань. Здравствуй, Полукс. Жаль, что мы разминулись в Старой Гавани. Уверена, ты заметил, что проект Гуртис заморожен. А теперь, когда у тебя не осталось никого, из солдат я с прискорби, он сообщает, что ты освобождён от своих обязанностей. Я загляну к тебе, чтобы ускорить твою отставку. А что это за Старая Гавань? Это шахтёрский город Атласа. Он заброшен уже долгие годы. А значит, это идеальное место, чтобы спрятать проект Гуртис. Знать бы, что он из себя представляет. Сообщение второе. Меморандум генерала Полукса. Если вы смотрите это, значит, я нахожусь в состоянии набиоза. Вы должны понять, Афина пыталась меня убить, а мои знания слишком важны, чтобы сгинуть от рук безжалостной наёмницы. Если Афина более не представляет угрозы, то, пожалуйста, активируйте протокол. Пробуждение моей камеры Стазиса. Моя жизнь и невероятная судьба всей вселенной зависит только от вас. Он это ложкой хавал. Заебись. О, нет. То есть он когда-то вырвало его глаз и ещё был жив? Блядь. Быть того не может. Он же был мёртв, когда мы... Когда-то... Помолчите. Просто заткните свои пасти. Выходит, мы отправляемся в Старую Гавань. Рис, тебе стоит на это взглянуть. Ого. Чё ты моего, блядь, коробит так? Чувак, что с тобой случилось? Всё в порядке. Я сейчас спущусь. Вау. Подожди, что? Я не разбивал голову. О чём ты? Я видел, как ты ударился об балку. Да-да-да, я, конечно, ударился головой, но я не разбил её, упав он на компьютеры. Да и в кровавой бане, очевидно, не было. Но крови было немало. Всё это, конечно, очень странно. Но что там насчёт Джека? Да, точно. Джек. Это, дамы и господа, проект Гортис. И он придёт к нас прямо к хранилищу. А потом я вас прикручу. О, что это было? О, а вот как мы поступим? Ты прости, как там тебя звать? Раньше меня звали 10 миллионов долларов. Я, это... Я, я Рис. Отлично, ты работаешь на меня. Я уже подумал, что мне придётся стать жестоким и заставить тебя мне помочь. Или на минуточку, я даже не знаю ещё. Джек. Ваш новый лучший враг. Ну же, хватит тратить на это время. Нет ни турелей, ни автоматизированной защиты. Да, Атлус прямо-таки умоляет нас захватить это место. Ну же, пирожочек, не тормози. Живо сюда! Знаю, знаю, знаю. Я твой герой, а ты мой самый большой фанат. Бла-бла-бла. Добро пожаловать в клуб. Постарайся идти за мной, иначе закоротит ещё что-нибудь. Слушай внимательно, парниша. Я не из тех, кто повторяет дважды. Первым делом нужно оцепить периметр. Что? Что? Да нет, быть этого не может, Джек. Ты же, ты же мёртв. Джеки, ты сдох. Я мёртв? И что это должно значить? Ты что, угрожаешь мне, молокосос? Что? Не-не-не-не-не. Блин. Замолкни. Ты орёшь из-за боли, или потому что очень странно? Потому что это и правда странно. Ха, неплохая попытка. Но у тебя ничего не выйдет. Да, это бред какой-то. Не дёргайся, мать твою. Хватит так делать. Я не лгу, красавчик Джек. Мёртвый, реально. Не-не-не-не, это невозможно. Это просто невозможно. Я не могу умереть, это глупо. Да быть этого не может. Э, тебя убили охотники, захоронилищем, то есть бандиты. Ты зовёшь их бандитами. Без тебя Киперион не такой, как прежде. Мы найдём способ помочь тебе. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я красавчик Джек, я не могу умереть. Я ещё столько должен сделать. Нет, быть этого не может. Ну же, пирожочек, подойди. Позволь мне разорвать твою глотку. Всего один разочек, не бойся, чел. Видишь ли, я просто хочу побои. Стресс этим закончить. Эй, хватит. Хватит, просто тратишь своё время. Не тебе судить. Какой же ты дебила. Береги голову, дабоящер. Что с тобой случилось? Как же больно, блядь. Не понимаю, почему я ещё не отрубился. Эй, Рис, ты в порядке? Что это было, блядь? Ты ведёшь себя странно. Знаю, это прозвучит странно, но... Я видел... Я видел красавчика Джека. Что ты имел в виду? Красавчик Джек. Он стоял рядом. Так, ладно. Ты нехило уши в голову, давай просто тебя поднимем. Вот так вот. Главное, не нервничай. А то будет ещё хуже. Должны быть у меня глюки. Я вижу звёзды. Падающие звёзды. Орбитальный обстрел. Орбитальный обстрел? Что, серьёзно? Нам нужно валить отсюда! Драдути! О, грузчик. О, грузчик! Грузчик, здорово! Я могу оказать помощь! Ух ты! А бабёна кто-нибудь заберёт мне? Девочек-то наших заберут или как? Спасибо, братан. Так, подожди. А, они тоже выбрались? Шикарно! Вот мы помогли ему в первом эпизоде. Вот нам, как говорится, как аукнется, так и окликнется. По-моему, такая вот была поговорка в детстве. Вжух! Вжух, блядь! Это непросто! Хе-хе-хе, пройди тебя, бордута, а? Почему гиперионцы пытаются нас убить? Я попрошу у них книгу жалоб, когда вернусь, но для этого нам нужно выжить сейчас. Мы потратили все долгоускорения, что нам делать? Как долгоускорение ещё есть? По меньшей мере, парочка минут ещё есть. Позволь мне... Что, Сейзеруй, зачем? Я могу уклониться от ракет. Окей. Я могу уклоняться от ракет. Это невозможно. Возможно, ведь я вижу траекторию их полёта. А что потом? Поедем в острую лощину. Они там не смогут нас отследить. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Значит так, нам нужно выжить, пока ускорение не восстановится полностью, а затем использовать его, ясно? Да, я понял, понял. Я, 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 черта не понял. О, ты ёпты. Ох ты, блядь. Ебан. О, 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 тихо. Ну, как-то так, наверное. Ефона, мать. Бля, это, по-моему, что-то живое было. Это что-то огромная хер какая-то. Откуда они взялись? Что это за, блядь, и ящеры такие? Хо-хо-хо. Это не круто. Я есть грудь. Тихо. Я ни черта не вижу. Никогда я бы не подумал, что это скажу. Фиона, беги. Фиона. Оп. Вроде как я успел. Эй, 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 что вы делаете? Что это выглядит? Стреляй на хрен. Готово. Вроде получается. Воу, 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 воу. Не в ту сторону, по-моему, красавица. Осторожно. Я и забыл, что в этой игре дохрена экшена. Просто дохренища. Встаем, 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 встаем. Подъем, у меня идет кровь. Ты же робот сраной, мать-то твою, а. Тихо. Воу, воу, да ладно. Ох, ты ж твою мать, мамочки. Что это, блядь, такое? Улирок, раков? Ха-ха. Это раки? Только не надо шутки про доту сейчас пускать. Ненавижу свою жизнь. Господи. Ебать колотить. По-моему, и кот снуло. Не-не-не-не-не-не. Саша, помоги Ризу. Воу. Фак, твою же налево. Долбим, 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 долбим. Нахрен. Давай. Что это за странный клюважор, клюважуер? Что за херь, блядь? Ах ты, уродливая тварь, твою мать. Херачиво. Отлично. В Европу мало кровь в кровь, я заражен. Охренеть. Он не останавливается. Риз, как успехи. Ох ты ж, ебаный свет. Держитесь. Давай, 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 давай. Опа. Что-то как-то не очень помогло, да? Ху-ху. Эй, осторожней. Осторожней, мать твою. О, боже. Экшен у нас не заканчивается, по-моему, вообще никогда. Здесь он просто бесконечен. Ёпта. Блядь, у тебя, конечно, мордаха стрёмная. И ты думал, что ты не сможешь с этими пушками нам его не остановить. Что правда, то правда. Со спутника бабахнуть по нему, да? Было бы неплохо. Турбо-ускорение. Держитесь за свои задницы. Держитесь за свои задницы. Что ты творишь, мать твоя? Ну же. Впрыск готов. Нажать на турбо. Погнали, мать твою. Такс. Ви-ха. У-ху. Надо сказать, кава-бунга. Ни хрена себе. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это просто жирнота. Я даже боюсь представить, что там за хуйта произошла. Да, чем больше скаф, тем громче будет падать. О-о-о, поращай, колесико. Ёпты. Что-то, по-моему, все плохо. Все кардинально херово стало. Рис. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, братиш, держись. А ведь, братана, можно упустить, я так понимаю, да? И все тогда хана. Держись, братишка, держись. Господи. Давай, хватай. Хватай же. Ёпты. Вот это жестко. А ботинок-то может слететь. Мне кажется. Бля, ботиночек. Я же говорю, ботинок слет... Все, пиздец. Тейл Тейл Геймс Сириас представляет. Добро пожаловать, друзья мои. Еще раз мы скажем это. Это у нас в ассоциации с Гербокс Софтвер. Ну и конечно же, Тука Геймс не могли не поспособствовать этому. Тейлс Фром Зе Бордерлендс. Эпизод номер два. Обалденнейшее начало. Не зря люди говорят, что именно от Борда получилось феноменальную Тейл Тейл. Это пик. Как бы просто фурор эпик их возможностей. Хотя мне все игры их нравятся. В какой-то той или иной степени. Ну не считая, наверное, Бэтмен был немножко уныловат. А Игру Престолов мы не проходили, кстати. Такс, ну что? Хо-хо-хо. Какая дырища в нем осталась. Этим мясом первобытные люди могли бы питаться очень долго. Хореограф Джейсон Латина. Программист Талли Раферти. Джайред Эмерсон Джонсон у нас композитор. Чувствуешь, как в фильмах раньше озвучивали. Можно было еще вот так вот... Нос вот так вот закрыть и голос становился более забавным. Блин, а то здесь не забавно. Исполнительный продюсер Кевин Бойл. Кевин Брунер и Дан Кудерс. Нет, закрытым носом это такое ацки фейл получается. Хо-хо-хо, но тем не менее у нас идет загрузка. Мне аж страшно, блять, представить, что будет дальше. Где нам искать еще один такой ботинок? Ох, ты ж твою мать. Список вещей, которые могут нас убить, все растет. Про орбитальный обстрел я даже не думал. Раки, скаги, бандиты, обезвоживание, солнечный удар, обычный удар, 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 блять. Еще этот ходячий танк. Список все растет. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Это же невероятно! После этого я не смогу вернуться к бухгалтерскому учебу. Ты такая сукатища! Перестань, Вон, нам нельзя быть... Это самое промечевое. Мы чудом избежали смерти в этом кошмаре. Не в этом дело. Суть в том, что я больше не боюсь. Вот, об этом я и говорю. Мы пошли против Гипериона. Мы сдружились с мошенниками. Ну же, признай это. Это отмена истории, которые мы будем вспоминать, рассказывать своим детям, будучи миллионерами. Мы пережили орбитальный обстрел Гипериона. Ты понимаешь это? Орбитальный, мать его, обстрел, чувак! Я больше ничего не боюсь. Слышишь меня, Гиперион? Я Вон, и я ничего не боюсь. Что это было, что? Расслабься, это и это. А, ясно. Ай, мне нужно пописать. Но не потому, что я испугался. Я давно хотел сходить поссать. Так, это как раз вовремя. Рис! Вы живы? Да ладно! Слава богу! На мгновение подумала, что вам там херово. Что ж, каких-то серьезных шрамов не должно остаться. Ну, за возможное внутреннее. Коротечение, я не уверен. Не разговаривай со мной, пока отливаешь. Извини, чувак, я почти закончил. В общем, я смогла остановить обстрел, но не в моих силах отговорить Васкиса от того, чтобы он вас прикончил. Я стараюсь как могу, обстановка вокруг накаляется. Нам нужны припасы. Ах, и мы заблудились посреди пустыни. Я могу отследить вас, так что укрутитесь где-нибудь, отправлю все, что смогу. Круто. Будем надеяться, что... Мы не сможем долго на своих двоих продержаться. Без воды уж точно. Быть нелепо, если после всего этого мы умрем от обезбоживания. Чувак. Тебя что, пчелы ужалили? Че, почему, что случилось? Просто ты весь такой раздутый. Че? Надутый. Ра-раздутый. Это короткий вариант слова надутый. Просто ты неестественно накачен, чувак. Ха, хотя, я понял, шутка не зашла. Несколько месяцев назад я прикупил себе велотренажер. Ясно. Плохие у него кубики. Признаюсь, какой это мере я даже завидую ему. Когда спасешь мир, у тебя не останется времени на это. Можешь перестать появляться так внезапно. Это значит, что ты все время был тут? Да. О, Рис. Ты с кем вообще разговариваешь? Эй, помнишь, я говорил тебе, что вижу красавчика Джека? Конечно, это было сразу после того, как ты, собственно, отлил. Да, точно, что ж, правда, прямо сейчас ты трянул с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха. Сука, диалог, блин. Ладно, красавчик Джек стоит рядом со мной. Прекрасно. Да. И я не могу видеть его, зато ты можешь, да еще и разговариваешь с ним. Верно. Теперь он точно думает, что ты сошел с ума, чувак. А-а-а, я просто стебусь над тобой. Ты вправду повелся, красавчик Джек. Видел бы ты свое лицо. Оно было такое, так сказать, туповатое немного. Ясно, я почти поверил тебе. Пресловутая поэтапная шуточка. Может, и правду не стоит ему рассказывать про него, потому что он просто будет думать, что мы того, типа, жарики за ролики заехали. Точно не знаю, в каком я сейчас состоянии, но мне все еще не нравится ходить пешком. Вот чем же я заслужил такую участь, а? Не смотри на меня так. О, ты типа не замечаешь меня. Вот что ты делаешь, ясно. Ну ладно, окей. Ну хватит. Ты, кстати, что думаешь о этих девушках? Будем надеяться, что с ними все в порядке. О, они мне очень нравятся. О, Рис, ты мой герой. Ваши приключения меня так возбуждают. Эй, зачем ты смотришь вниз? Хе-хе-хе-хе-хе-хе, трудно это игнорировать, ведь так? У тебя ширинка расстегнута. Да нет, застегнута. О, ну же, Рис! Да, я знаю, мне очень трудно скрыть на что поделать. О, ну да, показалось. Ладно, давай просто забудем о том, что ты туда смотрел. Навсегда, короче. Может, это и к лучшему. Хуй его знает. Вон постарается это забыть, но не факт, что получится. Эх, время попить чаек. Ну неужели? А вот... А вот и наши припасы. Чудненько. Только упадут они куда-то в другом месте. Да, или прямо к нам сюда, что ли, завернут? Берегись по коже, вас таки отследили. Да, ребята? Она летит прямо на нас. Она летит прямо на нас! Иди к папочке! Ёпта! Там даже точила ей, что ли? Ну, ни хрена себе! Я надеюсь, что это не Васкис. Твою мать! Красивый носок. Я так рад встрече. Я планировал просто прокатиться по окрестностям. Она... Красная, Хьюго. Ты вроде хотел себе черную. Я понял, что ты имеешь в виду, это забавно. Ты украл мою машину и шутишь об этом. Слушай, я знаю, у нас была сделка. А я не очень-то люблю менять условия сделки. Правильно, у нас была сделка. Чего, блядь? Ты заставил меня передать моего лучшего друга? Дня не прошло, ты передаешь меня. Вот, блядь, если сформулировать... Так-то и правда звучит ужасно. Что, блядь? Чё-чё там у них было? Стоило подумать дважды, прежде чем довериться такой змее, как ты. Ой, мелкий, ну зачем ты так? Это всего лишь способ. Слушай, пойду я, наверное, гляну. Не завалялась ли там какая-нибудь херата, а то неловко ты стоишь здесь. А вдруг ты, походу, не понял, про что разговор. Послушай, я сказал ему, что сдам тебя, но клянусь, я не собирался делать этого. Я просто говорил ему, что он хотел услышать, чтобы держаться подальше от нас. Я не стал бы доводить всё до конца. Поговорим об этом позже. Ладно, хорошо. Сойдёт, думаю, нормально. Что это за хрень такая? Лопаты, гений. Вы два урода начинаете копать. В скором времени я хочу увидеть здесь могилы. Не-не-не-не, я копать не буду. А как начнёт того, что я продырявлю тебе насквозь, а твой дружок может закопать тебя? Я не хочу делать этого. Какой хороший друг. Так, какую часть слова копать ты не понял, мудоёб? Давай за работу, мистер Вавилон. Ладно, не стреляй. Дай хернём его. Опа! О, грёбаная тачка. По правде, она должна была попасть тебя. Погоди. О! Господи. Ай, чёрт. Чёрт бы вас побрал, угников. Наверное, я сделал это неправильно. А у тебя очень жёсткая башка. В кино этот приём выглядел так прекрасно. Инструкции для чайников, чтобы вы получили... Почему каждый раз, когда я появляюсь в ваше положение, ухудшаются, идиоты? Ты не помогаешь мне. Ладно, веселье окончено. Я боюсь, теперь нам хватит времени только на небольшие могилки. Ты умрёшь первым. Рис, а потом погрузит твоё тело в машину. Вон, нам похороним там. Зачем им нужно тело этого идиота? Нечто важное кроется в его голове. Это прототип. Самое продвинутое оружие, сделанное Гиперионом. Он неплохо прикрывает комплекс. Это херовый прототип попался. Есть последнее слово? Перед тем, как... Да есть, как же оно работает? Говна пожри. Прошу, не убивай нас. У меня два слова. Пожри, говница, урод. Да, вот это дух. Вообще-то ты сказал шесть слов. Пожри, говна. Эти слова я напишу на твоём надгробном камне. Знаешь, я бы больше переживал насчёт моего надгробного камня, если бы ты знал, как снять эту херь. Ты забавный. Я буду скучать. Чёрт бы тебя побрал. У тебя проблемы? Я знаю, как стрелять с оружия. Я просто хочу добиться максимума урона этой хреновины. Ладно, слушай, я был рад глянуть, как один идиот убивает двух других идиотов, но я не могу этого допустить. А, я в те... Я не в тебе, будто как бы... Короче, подохнешь ты, подохну я. Я улучшил твой эхо-глаз, так что используй его, чтобы взломать что-нибудь, что поможет нам сбежать. Будешь должен. Я тебя прикройчил. Да, точно. Кончай этого чудика. Итак, ох ты ж, он тяжёлый. Это цел машина Васкиса. Давайте взломаем её. Анализ завершён. Так, гиперион С-класса. Это просто как Мерседес, мать его. Хо-хо. Углублённый подсистемный доступ. Что-то новенькое. Хм. Так. Гудок. Радио. Педаль газа. Давайте гудок используем. Анализ завершён. Иногда людям нужно напоминать, чтобы они придурки. Ха-ха. Давай попробуем. Сюрприз. Какого чёрта происходит? Довольно забавная хрень. Радио. Взломать радио. Это ты сделал. И паранойя началась. И остаётся последняя. Педаль газа. Совершенная педаль газа. Предназначена для комфорта, разработана для скорости. Прикоснись к ней своей ногой. Оп. То есть он не слышит, как машина, что ли, залилась? Он стреляет и попадает. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что ты вытворяешь своими руками? Это не я. Ну, ничего себе. Интересная фича. Хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, слушай, нам нужно валить отсюда. Это моя голова сваливает отсюда. О! Ой, смотри, что ты сделал. Ты ударил себя. Рис. Я бы пушку бы забрал, наверное. Бегите, бегите. Мне ведь только веселее будет. Твою же мать. Чувак, что мы будем делать? Я убью вас, ублюдки. О, наш грузчик, помощник. Я знал, что Ивета нас не подведет. Я скучал по тебе. Я скучал по тебе больше. Это еще не конец. Вы меня слышите? 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 Ха-ха-ха-ха. Ох, твою же мать, а сколько тут эпика происходит. Второй эпизод еще круче, чем первый. Итак, куда нам следует отправиться? В острую лощину или херный откуда еще? Они ведь знают, куда мы держим путь. Может, нам просто встретиться с ними в гавани? Можно отправиться и в старую гавань. А можно сгонять и в острую лощину. Хотя это может быть опасно. Блин, это сложное решение. Так, острая лощина. Это странно. Я всегда разговариваю сам с собой, когда принимаю важные решения. Пандора, старая гавань, у нее старая лощина. Давай в острую лощину. Будучи сетью пещеры, старая лощина. Важно здесь замечено мошенница по минифиону. Награда увеличена до 38 тысяч. А что здесь у нас? Что у нас? Блядь, вот тут. Тихо. Одно из старейших поселений Пандоры показания указывают на аномально высокий выброс мощности. Поехали в острую лощину. Поехали. Мы встретимся с ними в острую лощине. Потом отправимся вместе, как семья. Звучит неплохо. В острую лощину. Как на ковре самолете, серьезно. И никаких проблем. Прости меня, ладно? Прости, пожалуйста. Я сделал это, чтобы Васкис от нас отцепился. Я бы никогда не предал тебя, братьюнь. Ты простишь меня? Просто скажи да. Даже не волнуйся об этом, бро. Братьюнь, это как гора с плеч. Братишка, я ведь знаю, что ты никогда меня не предашь. Никогда, братишка, никогда. Давай, броферс сделаем. Во, он это не забудет. Мы ведь братьюни, бро. Братьюни, бро. Хорошо. Вот это по-братски, бро. Брат за брат, а за основу взято, бро. Эй, бро. Бро, 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 бро. Мы так не делали. Ты закончила? Вижу одного. Нам стоит дать ему закончить. Ладно. Мне интересно, а почему ты решил отправиться у острова Лощина? Что ты хотел там найти? Моих рабочих пчелок хотел вернуть команду. Хоть вы и говорите, что у меня как бы нет опыта, но я довольно быстро поднялся по карьерной лестнице в Гиперионе, а потом повис на ней и отправился туда только из-за того, чтобы собрать команду. Об этом свидетельствует твой бывший босс. У всех нас есть свои причины. Полагают, вы достаточно хороши. Мы бы здесь не смогли продержаться. Мужик не мог позаботиться о себе. К счастью, ты далек от того, чтобы быть мужиком. Мы застряли в пустыне, у вас была машина. Вы хоть и рассматривали возможность приехать за нами? У нас были свои... Одному из вас придется заменить колесо. Хе-хе, ладно. Пошла загрузочка. Интересно, реально что случилось с нашими девочками? Эту часть истории мы уже видели. Хотя бы на такой скорости, когда падаешь, наверное, выжить было бы проблемно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже боюсь представить, куда они заехали. Поверить не могу. Как думаешь, пары не будут в порядке? У них появился шанс выжить. Не уверена, что два офисных червя из Гипериона за правила выживания в пустоши. Все, что им нужно сделать, это найти укрытие и развести костер. Они так бы... С таким-то караваном мы не могли бы помочь, даже если бы хотели. Надеюсь, скутер его починит. Сейчас у нас не так уж много денег есть. Как ты собираешься уговорить его? Я думаю, что он может... Поможет нам подобрать и душевный. Буду болтать, что есть виду. Извернусь, как смогу. Заговорю его. Мы справимся, не волнуйся. Жди здесь. Говорить буду я. Иначе никак, правда. Так, окей, ушки. Ну что ж, пошли смотреть, что у нас тут интересного. Тачкомат. Тачкомат. Звучит прикольно. Торговый автомат, тачкомат. Постер. Так, тут постеры. Пинкап... А, пинап-календарь. Ёпт. Фу. Почему все механики такие мерзкие? Или пикап? Или что там было, блядь? Пикап, наверное. Торговый автомат. Похоже, у скутера есть связи в корпорации Даль. Это что такое? Ящик с вещами. Там могут быть бабки. Девушки в таком видном месте. Мы почти сжали твою бедолагу. Почти. Но теперь эти бабки будут моими. Чудесно. Так, так, так. Разделить на 12. Мне что, придется урезать расходы? Нагачные ключи, что ли? Ну, блин. О, приветик. Тобро пожаловать в тачкам от скутера. Чем ему будет полезен тебе? Скутер. Любит тачки баб и тачки. Ээээ... Прости, я немножко витаю в облаках сегодня. Я передаю это местечко новому учредителю. Поэтому мне нужно привести всю бухгалтерию в порядок. Это отнимает немало сил. Знал бы ты, как непросто становиться владельцем франшизы, когда всю свою жизнь ты владел мелким бизнесом. Моя тачка разбита в хлам. Можешь починить ее? Ну, ни хрена себе. Девочка-то выглядит паршиво. Ее ведь не проектировали с дырой в корпусе. Починишь ее? На вывеске ведь написано, что починю, верно? Не, правда, написано или нет? А то я уже не помню даже. Ну, починить твою тачку я уж точно смогу. Ха-ха. Ёлки-палки. Я так и знал, что вижу эту колымагу впервые. Это ведь ты участвовала в смертельном ралли, босановый. Я там был, видел ее, я махал тебе, ты была восхитительна. Да, ты подловил, четко. На них живого места не осталось. Я, конечно, смогу ее починить. Но тебе это обойдется в 2500 зеленых. 2500? Это чуть больше, чем я могу себе позволить. Не хочу показываться невежливым, но тебе за участие в гонке должны были отвалить хреновую тучу бабла. Куда она делась? Вот это интересно. Что потом говорить, какая-то сволочь меня ограбила. Тебе никто не говорил, что невежливо спрашивать людей о том, как они тратят деньги? Ну да, наверное. Разве что, когда я веду с кем-то бизнес, и мне очень хочется знать, сколько доход он принесет. Его акцент очень забавный. Ну, скажи мне вот что. Как думаешь, ты еще будешь участвовать в гонках? У меня есть предложение, и оно может показаться безумным. Но если ты предложишь погоняться, я бы с радостью стал твоим спонсором. Что скажешь? Спонсор этого эпизода? Чувак из... Чувак-скутер, да? Это будет круто. Вот что я тебе скажу. Подкинешь мне тысячу баксов и по рукам. Тысячу? Во, по-моему, ты немножко перегибаешь. Назовем это бонусом за вступление. Ну, не знаю. Если ты, я чувствую себя неуютно. Тогда скажи для меня нашу коронную фразу. Ты знаешь ее? Тачкомат. Ты же знаешь. Продаться с потрохами и сохранить остатки достоинства. А, не-не-не-не-не. Сейчас. Ну, ладно, ничего плохого. Если ты скажешь ей чуть позже, когда мы станем настоящими звездами. А было бы круто. Я думаю, что нам следует разукрасить твой каравен. Например, пометим на него мою фотографию, сверху напишем «Тачкомат». Если бы чики-пики согласны, я буду весь такой крутой, остать рядом с тобой. Нам нужна безбашенная фотка с тобой, твоей тачкой, твоей шляпкой. Привет, ты скутер, верно? Не хрена. Что-то он задрожал, все в порядке. Я собирался пойти принести документы. Пока-пока. Хрена. Отлично, это мой стандартный контракт. Не обращай внимания на подпункты про самовоспламенение и прочее. Я, видимо, просто случайно. Перекопировал их сюда с контракта торга. Кстати, раз уж так чинит твой караван бесплатно, то, может, ты захочешь выбрать один из моих специальных платных комплектов? У меня есть шикарные прибамбасы, смотри. Ох ты ж твою мать. Так, давайте поглядим, что там у него за караванские прибамбасы. Стальной мушкет. Ёпта. Воу, 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 вот это круто смотрится. Йоу. Бушующий вольнобег. Пятьсот. Тысяча, охренеть. Так, пятьсот. Я даже не знаю, что взять. Это стоит две сотни. Может, за пять сотен бабахнуть. Так, давай выберем вот такой вот. Приобретено. По-моему, идеально просто. У тебя отличный вкус. Мало того, что выглядит стильно, так еще и едет невероятно быстро. Быстрее бы увидеть ее в действии. Такс. А теперь я пойду прямую за работу. По-моему, мы облапошили его по-жесткому. Никаких гонках участвовать мы не будем. Нам просто уже все поздыхали. А вот, видимо, и новые хозяева. Твою же мать. Выглядит паршиво. Здорово, парни. Чем могу помочь? Странно какие-то... Ой, ёпта. У нас проблемы. У нас большие проблемы. Надеюсь, что он вспомнит про вашу сделку и не сдаст нас. Мы в заднице, готовься бежать. Нас спалили. Мы в заднице. О, Фиона, ты оптимистка. О-оу. Твою же мать. Чё? По делам им. Получили по заслугам. Мой долг не впускать такой отребия к себе в гараж, да и не мог защитить я вас. Спасибо. Да ладно тебе. Мужчина никогда не даст обиду двух милых девушек. Конечно, может быть, вы убийцы, но меня этого убить пока не пытались. Не, серьёзно, пожалуйста, не пытайтесь меня убить. Судя по всему, вас ищут плохие люди. У вас есть место, где вы могли залечь на дно, пока чуя ваш каравен. Квартира Феликса недалеко? Здесь неподалёку квартира Феликса. Если будем осторожны, доберёмся туда. Ну, за дело. Так. Чёрт меня, дери. Да. Живой или мёртвый. В любом случае, деньжат отвалят солидненько. Такс. Не нравится мне это. Я боюсь, что нашу красавицу уже давным-давно здесь все спалили. А только найти подходящий момент. Не стоит нам надолго тут задерживаться. О-оу. Кажется, здесь был обыск. Похоже, сюда кто-то приходил, пока Феликса не было. Надеюсь, они не нашли тайничный тайничок. Ладно, осмотрись. Нам нельзя тут задерживаться. Хорошо. Я посторожу вход. Так, ладненько. Давай смотреть радио. Посмотрим, что там у нас. Не знаю, как тебе, а мне сейчас в любимую классику слушать не хочется. Здесь пусто. Странно. Банка липкая, но краски в ней нет. Да, действительно странно. Какая-то доска странная. Можно открыть это. Всегда приятно видеть старых друзей. Чуденько. Ух ты ж, твою мать. Фонарик. Если задумаемся идти в походном, он определенно пригодится. Он ультрафиолетовый. Феликс им проверял наши первые поддельные купюры. О. Я знал, что где-то его видел. Даже не верится, что это тот козел, который такой сентиментальный, хранил это в сейфе. Может, Феликс хотел, чтобы мы нашли его. Забирай. Ультрафиолетовый няшный фонарик. Такс. Самодельная граната. Давай возьмем. Так. Полочка с книгами. Давай глянем. Феликс любил научную фантастику. И что тут у нас еще интересного? Давай поглядим. Это что такое у нас? Фонарик банка с краской. Давай поглядим. Это же явно неспроста. Как говорил Винни-Пух, это жжжжжж неспроста. Саша, смотри. Какого черта? Это флорисцентная краска. Наверное, он хотел оставить это в секрете. Но он рассчитывал, что мы это увидим. Значит, он спрятал что-то специально для нас. Так, окей. Как нам фонарь заюзать? Фонарик. Понятно. Так, полка с книгами. Может быть там что-то есть? Холодно. О, он что-то припрятал для нас. Это как игра была такая в детстве. Холодно, горячо. Для него всегда оставляли какие-то пасхалки. Наверное, в этом была проблема. Так, я понял. И чем дальше? Ищем, ищем, ищем. Краночек, баночка. Радио может... Нет, радио не надо. Вот лампа. На лампе может что-то быть. Тепло. Что ты пытаешься нам сказать, Феликс? Это что такое вообще? Фотографии дай посмотрим. Кто она? Не знаю. Они выглядят счастливыми. Вроде как нормально так. Ух ты, тут у нас горячо. Может быть в кресло что-то зашили? Как в 12 стульев. Нашла, это здесь. Круто. И, блядь, ну что дальше будем делать? Разрезай давай. А, тайничок ПД. Да, это я думал, в кресло реально зашили. Так, да, ска, дощечка. Выламывай давай. Там, наверное, что-то интересное лежит. Если там еще один фонарик, то с меня, пожалуй, хватит. О, жесть какая. Значит, мы нашли, что искали. Думаю, да. Так, а ну посмотрим. Осмотри его внимательно. Так, тут баблишко. Ух ты. Интересно, сколько... Ё-о-о. Привет, крошки. Я вас забираю с собой. Я боюсь переставить, сколько там денег. Сколько у нас бабла? Ух, пятьсот бочей. Я думал, там больше будет самодельная граната. Еще одна. Это уже вторая получается. Эхо-коммуникатор. Ох ты. Добротная штукинция. Что это? Это эхо-коммуникатор. Зачем он? Если вы это смотрите, то я либо мертв, либо, что еще хуже, мой план сработал. Не жаль Фиона. Саша. Я так много хотел бы вам рассказать и показать, но... Но иногда, чем меньше знаешь, тем лучше. Да неужели? Пока мы готовили Афиору, я узнал, что мы перешли дорогу Вэлори и ее людям. Я знал, но вам этого так и не сказал. Что ж, если вы смотрите эту запись, то скорее оно начнет вас искать. Меняйте имена. Меняйте внешность. Вэлори? Тебе знакомо это имя? Забудьте о прошлой жизни. Забудьте обо мне. Но помните, что я люблю вас всем сердцем. Мне жаль. Тебе-то за что извиняться? Разве ты это лгала? Разве ты предала нас? Я не могу больше слушать эту брехню. Поверить не могу, что ты его не убила. Честно говоря, я в него выстрелила. Жаль, что ты сделала не я. Жаль, что ты в него выстрелила. Правда? Я сама хотела его застрелить. Его всегда заботили только деньги. Как только появился шанс сорвать куш, он тут же нас кинул. Мы почти... Мы почти заполучили эти деньги, Фиона. Десять миллионов долларов. Этого хватило, чтобы улететь с этой планеты и начать новую жизнь. Сначала мы найдем это хранилище. Заберем оттуда все ценное, а потом уберемся из этой дыры. Я обещаю, наступит день, когда мы будем смотреть на Пандору уже из космоса. Ловлю на слове. Как обычно. Будешь бутерброд? Кто знает, может нам еще несколько удастся тут найти. Буду, конечно. Так, что там еще у нас есть? Подарок. Забираем, посмотрим. Ух ты ж, твою мать. Там что-то интересное и ценное. Что там? Какое-то улучшение для пистолета. Все еще рассчитан на один выстрел. Кажется, оно добавляет пулем стихийный урон. Порощальный подарок, запасной вариант. Прощальный подарок. Хм. Но пули-то у нас нет, получается. Или все-таки есть? Хорошо, что тут еще одна пуля. Я потратила свою на Феликс. А что, пуль больше не купить, нигде не найти, что ли? Странно. Очень-очень странно и удивительно, на самом деле. Открыть не открывай. Давайте откроем. Ух ты. Время лечит все раны. Ух ты. Урод. Тебе он тоже кое-что оставил. С специально для Саши. Мне это не нужно. Значит, я могу забрать от себя. Перестань, возьми это. Не тебе решать, что мне чувствовать. Пока ты не передумаешь, подарок будет у меня. Я не передумаю. Какая упрямица. Человек нет живых, и ты даже не примешь его после подарок. Крогер. Усатик? Хм. Как лудокровно. Финч. Ни слова о прическе. Тоже ты пытайся вас убить. Тебе должно быть стыдно. Руки вверх. Вы обе. Классическая, а классная прическа, и убирайтесь. Хм. Почему ты жаришь бутерброд? Кто вы такие? Он Финч, я Крогер. Хм. Интересно. Я даже буду представить, что не буду делать сейчас. О-оу. А-а-а-а. Вау. Хреново. Ты слышал, Анмойно? Ты видела, что я на тебя смотрю? Вы думала его пристрелить, это красиво полз. Чем? Непонятно зачем. С вами двумя охотятся все наемники Пандуры, а вы тут бутербродики готовите. Свяжите ее и уходим. Оу, хорошая реакция. Дамочка, ты ставишь себя в дурацкое положение. Ну, давай. Фиона, стреляй. Стреляй давай. Ты навела пистолет на человека, который развлекается, работая живой вишенью. Коррозийная, шоковая, зажигательная. Оп, шоковая, о-о-о-о. Неплохо. Наверное, было бы. Ты как, чувак? В полном порядке. Да ладно. Можешь крутого и себя не строить. Я пойму. По-моему, хреново. Опа. Эй, чувак. Какого хрена? Ёпта. Бежим отсюда. Я знаю, сколько у тебя пуль. И на долго их не хват... О-о-о. Чуть-то за дроны летающие. Афина. Ваш кошмарный ассасин ненавидит Атлас. Многое... Чё-то там... Многие люди пытались убить её. Они мои. Я думал, ты отошла. Дел уже. Неправильно думал. Так. Начинается какая-то боль, я чувствую. Фиона, туда! Твою мать... Ну-ка, нравится? Ах, ты ж твою мать, а? Чёрт, ищет блокирует все мои выстрелы. Саша, хватит, бежим. Нет-нет-нет, погоди. Охренеть. Просто жесть какая-то. Может, сюда вдов... Давай, быстро-быстро! Куда ты? Не бойся, я тебя догоню. А вот это уже интересно. Какого хрена? Да ёпт, твою же мать! Падай, сука! Так, бегом, 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 красопеда. Бегом отсюда. Отлично. Просто идеально. Берегись! Фиона, что ты там забыла? Саша, берегись! Так. Оп, отлично. Перепрыгнуть-то мы перепрыгнули. А в тачку запрыгнуть? О-о-о, идите! Наша главная цель просто идти. Просто с шикарным ракурсом. Это хуявенько было! О, боже. Долбим, 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 долбим. Отлично. Вроде как, что-то даже получается. Ну уже, прыгай давай! Ох ты ж, твою же же мать! Давай, 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 давай! Ох, хорошо. Ну, конечно, именно так все и было. Это моя история, захлопни пасть. Она все еще и там? Не вижу. Уверена? Так. Она должна быть где-то тут недалеко, берегись! Черт, медери. Я даже не знаю, что она будет сейчас делать. Как выходить из этой жопы? Как? Сейчас вам придет конец. Здорово, погрузчик. Думаете, какой-то там гиберионский грузчик остановит меня? Погоди, это полный бред. Грузчики так не умеют. Слушай, ты там был? Нет. А вот я там была. Продолжай. Чудесно. По-моему, просто идеально. Она вам докучала? Да, этого следовало спросить до того, как ты швырнул ее через весь город. Блин, вы видели ее лицо? О, как же Афина сейчас перепугалась. Хороший бросок. Набудь тебя потом смазать. Идите со мной, если хотите свалить. По-моему, этот жест был из красавицы и чудовища, если не ошибаюсь, да? По-моему, один в один скопировано. Как он ей руку предложил, она мне отказалась. Повторю, последний раз. Твой гиберионский хери. Отвалите. Эй, погоди, погоди, клянусь. А это наша тачка. Кого черта, чувак, я знаю. Дамочи, которые оставили этот вен, здесь, я уверен, это не вы. Что ж, ладно, не наша тачка, но... Мало того, что вы гиберионцы, так вы еще и врете мне. В моем собственном гараже. Да я вам морду за это ночи еще раз пять, а может четыре. Вы опять пытаетесь сперить наш вен? Ха, я знал это. Господи, вы можете объяснить этому парню, что мы друзья? Друзья, это слишком сказано. Мы не чмошники, кого хера. Друзья, это слишком сказано. Давайте называть вещи своими именами. И как же? Временное сотрудничество. Ваши друзья это запомнят. Это они, мои временные союзники. Можно я уже сяду в этот чертов вену и еду отсюда? Ладно, раз вы говорите, что они с вами, я им поверю. Но если у вас, девочки, будут проблемы, просто звоните, ладненько. Или, знаете, не обязательно быть в беде. Уходи, ты классный, скутер, тачка выглядит здорово. Спасибо за все, братан, серьезно. Карабан выглядит потрясающе. Ты проделал удивительную работу. Да, спасибо, спасибо тебе. Идеально, блин. Блин, реально классно. Подходите к любому из точкоматов, садитесь, ходите, если я вдруг понадоблюсь. Я навтыкал их по всей Пандоре. О-оу. А вот это уже плохо. Это реально дерьмовая ситуация. Скутер довольно забавный такой вот чел был. Жалко, если с ним что-то случится. Мы типа в рай приехали, да? Ох, ты ж твою мать, а. Самое райское место на земле. Идеально. Вроде даже спокойно, да? Грибы растут. Надеюсь, тут мы больше не встретим бандитов. Бандитов? Уже давно здесь никто не живет. Аллое копье подчистую вырезало их. Поговаривают, будто их трубы по сей день тут витают, Саша. Тихонечко. Не хочу быть пессимистом, но я не вижу здесь базу Атласа. Тут сплошняком один мусор. Неужели ничего хоть раз не может идти по плану? Объясните мне. Не хочу ставить под сомнение твои картографические способности, но ты уверена, что это то самое место? Да, это оно. Просто это место выглядит немножечко не так, как я представлял себе. Ладно, не волнуйтесь. Нам просто нужно посмотреться. Я уже сумею что-то сделать тут. Так, грибы. Грибы-грибочки. Это что за водонапорная башенка? Сканировать. Я думаю, что все дело явно в грибах. Линии электропередач. Ага. Удаленно следует удаленно, перед тем, как тебя удаленно используя ужасы Атласа. Окей, я понял. Я все понял, хорошо. Предположим. Ладно, народ. Народ, взгляните на это. Все кабеля ведут сюда. Раз тут имеется целая система кабелей, они должны быть подключены к чему-то, ведь правда? Ну, по логике, блядь, да. Как бы поэтому, давай смотреть. Чтобы увидеть направление линий питания, используйте Эхо Глаз. Так, все линии идут куда-то прямо и смыкаются там слева. След разрыва. Смотреть. Давай смотрим. Хм, тут земля становится совсем другой. Это явно не просто так. Здесь какая-то хурма явно творится. Так, вот сюда, наверное, нам надо. Смотри, оно все идет туда. Здесь разрыв, и земля у нас реально другая. Так, тут ничего. может быть, здесь что-то? Странно. Так, я предлагаю тогда немножко назад вернуться. Peace off. Написано. Ух ты, рекламный щит потянуть. Давай посмотрим. Там есть какой-то проход типа вентиляции, по-моему, да? Или что? А, щиток. Вот тебе, кстати, и разрыв. Хм. Распределительный щиток. Атлас работает. Вновь атлас наносит удар по окружающей среде. Давай. Ух ты. А ну пробуй. Отлично. Теперь посмотрим, что из этого выйдет. Так, что-то вроде заработало. Спутниковая тарелка начинает вроде функционировать. Неужели это хоть что-то? Так это не все. Там можно тыкать в разные, я так понимаю. Давай сюда. А теперь... Оп. Так, если я теперь понял, работает громкоговоритель. Но в этом смысла пока нет никакого. Мне нужно найти еще, видимо, такой провод. Так. Давай проверим, что нам дает последний вариант. Так, тут никакие кнопки не активны. Давай сюда. Ух ты. А вот это уже интересно. Мы что-то где-то активировали. Хер его знает что. Что-то, блядь, заработало. Мне кажется, что здесь можно пройти, наверное, теперь, да? Ну да, конечно. Ладно, хорошо. Давай вернемся, посмотрим. Там же не зря показана стрелочка туда. Слушай, а что здесь у нас такое? Мусорный контейнер. А если его сдвинуть? Зачем это... А, типа можно залезть теперь, да? Забраться, давай. Хотя бы посмотрим, что там. Ах ты ж, твою же мать, а. Давай, 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 надо вылезти. Готово. Ну, елы-палы, серьезно. Именно носком. Теперь он есть в дерьме этом. Так, спогнали дальше. Еще один щиток, что самое забавное. Ну что, активируем его давай. Так, доступ, ну как обычно. Все работает, все функционирует. Так, еще один щит. И тут такая же хурма, наверное, да? Может, провод отсюда взять? Ух ты. Так, теперь два из трех работают. Класс, это уже второй. Теперь осталось найти третий. Там жопа нарисована. Так, погнали искать. И где-то должен находиться последний. Обидно, что нам никто не помогает в этом плане. Так, тут мы были? Тут мы не были. Так, это наш старый добрый щит. Тут вроде ничего. Вот щиток, смотри, еще один есть. Давай. Получаем доступ. Поехали. Вот тебе и вымерший город. Просто все скрыто от людских глаз. Оп, все, готово. И там. Вопрос только в том, что должно произойти и как мы попадем туда. О-о-о! Вот это серьезно. Твою же мать. Охренеть можно. Добро пожаловать в Атлус. Что? Секретный вход все время был здесь? Похоже, это и есть та самая база. Дверь была спрятана под землей. Этот Атлус. Это чуваки. Это Атлус, реально. Ну, что дальше? Очевидно, мы зайдем внутрь. Так. Это невероятно. Безупречная архитектура Атлуса в полной сохранности. О, да. Это фирменный стиль. И тот военный мусор, который мы обычно видим. Согласна с вами, ребята. Выглядит круто. Давайте проверим внутри. Может быть, там еще получше. Пошла жара. Не-не-не-не. Сейчас очень даже прохладно, понимаешь? Ты помнишь? Помнишь, что вы говорили с тобой? Прохладно. Ништяк. Мне даже интересно стало, что ж там у нас есть. Внутри Атлуса находится. Безупречная архитектура. Учитывая, что она действительно находилась под землей, то это да. Это круто. Бро-ор-бот нам дали достижение. Кажется, мы пришли куда нужно. Жуть какая. Что за бойня тут была? Алло и Копьё. С ними шутки плохи. Смотрите под ноги. Тут могут быть ловушки. Ловушки? Ты серьезно? Это же не какой-нибудь древний храм. Просто полигон Атласа. Секретный полигон. Мы вход еле нашли. Ладно. Ладно. Ты права. Это дело рук Афины. Можно сказать, мы еще легко отделались. Вполне вероятно, что здесь реально могут быть ловушки. Ох ты. Мистер 10 миллионов долларов. Ох ты ж твою мать. Рис и Вон нашли себе друзей, верно? Приятно познакомиться. Мне жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Вон, Рис. Вы же не думали, что я свалюсь в свою грязную работу на август? Как ты постоянно нас находишь? Мы от тебя сбегали, уже охренели арт раз. Рис. 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 Рис, 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 Рис. Только глупец думает, что в темноте сможет спрятаться от своей тени. Чего? Грузчик, стреляй! Сделай что-нибудь! Помогаю. А-а-а. Что? О, да ладно. Ты же не думал, что я не возьму с собой универсальный пульт управления? Проект Гард из две половинки ядра. Теперь у нас есть все, чтобы найти хранилище. Шах и мат, Амиго. Какой позор. А что ты думал, Рис? Думал, что можно без спроса брать мои игрушки и ничего тебе за это не будет? Ты никогда не был довольным. А дальновидным. Вот в чем твоя беда. Хьюго, послушай. Фиона, Саши, даже волны тут ни при чем. Есть вот конфликт только между мной и с тобой. Я украл деньги, я сорвал твою сделку. Все случилось только потому, что я хотел оставить тебя в дураках. Поэтому именно мы с тобой должны договориться. Договориться? Договариваться будем с тобой? Да я тебя урою, падаль ты сраная. О, ребят, вы не поверите, какой мне сон снился. Стоп, 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 стоп. Что тут было, блядь? Что, что, и что его вырубили? Парень, я ценю, что ты за мной повторяешь, но боже. О, это что за принцесска? Стой, они... Бьют током. Ах, да, забыл сказать. Не трогай ядро, Август. Спасибо, что предупредил. Придурок. Лис и Фиона сделают все сами. Вы же не будете слушаться, да? Если не будете слушаться... Мы даже не знаем, как эти ядра работают. Да, мы даже не знаем, что такое этот Гартис. Вот как, ничего. Все вместе как-нибудь разберемся. Два коридора, две детали. Я и без пяти минут мертвый уборщик пойдем в один коридор. А ты, мисс модная шляпа, пойдешь туда. Пара, не спускайте с них взгляд. Особенность ее. Не верьте ни единым ее словам. Ой, как мило. Да, сидите тихо. Убери руки. Если дернуться, пристрелить на месте. Ой. А, Рис, буду откровенен. Тебе его удалось меня впечатлить. А это мало кому удавалось. Я удивлен, что вам удалось так далеко зайти. Так, Юго Васкес. Ну же, я же помню что-то такое. Только что именно. Серьезно, просто невероятно. Вам точно кто-то помог? Вы же не просто офис, вы же просто офисный планктон. А до этого момента вы были очень тупы. На Пандоре нет ничего, что было бы страшнее, чем запутанные коридоры Гипериона. Это точно. С Гиперионом лучше не шутить. Однозначно. Ты, наверное, думаешь, что я всего добился сам и будешь в целом прав. Но было время, когда я был на самом дне. Тогда я восхищался. Одним человеком. Одним очень особенным человеком. Он скажет про меня. Красавчиком Джеком. Вы, придурки, всегда так про меня говорите. Но я все равно не помню, кто этот парень. У нас с ним была одна традиция. При встрече он всегда бил меня по лицу. Всегда. Даже если он был занят, он всегда находил время для этого. Ты всегда делал время для меня. Нет, не помню. Я им айтсу убил, не только его. Херак прямо в челюсть. Не хочу тебя расстраивать, Васкис. Но то, что ты описываешь, ты не понимаешь. Тебе... Тебе не понять. Ведь я... Я был его козлом отпущения. Котин думает, что был особенным, так мило. Я скучаю по нему. А, я сейчас с ума сойду вертиться на уме. Я продолжу его дело. Твою мать. Это было больно. Как ты нашел Васкиса? Почему ты это делаешь? Какая тебе выгода? Ты хочешь денег или отомстить? Мы сейчас пытаемся исправить то, что уже пошло наперекосяк. Мы скрыли сделку от моего босса Вэлори. Очевидно, что по очень многим причинам это была плохая идея. Особенно потому, что ключ оказался подделкой. Вэлори узнала об этом и теперь нам всем хронты. Нужно убедить ее, что в той комнате нечто стоящее 10 миллионов, которые мы у нее свистули. Может быть, тогда она нас не убьет. Возможно. Она говорила обо мне? Что? Саша, она говорила обо мне. Вы же сестры. Я думаю, что вы говорите каждый раз и снова. Нет, она ничего не говорила. Хм, немножко обидно. Слушай, чтоб ты знала, я на тебя зла не держу. Как великодушно. Вспомню эти слова, когда ты будешь стрелять мне в спину. Да ладно, не надо так. В конце концов, это вы меня нагреть хотели. И ты должен понять, что я желаю тебе добра. Я хотел стать для тебя примером. Твоим наставником. Стать для тебя как отец. Это хохма с понижением до уборщика. Я хотел проверить силу твоего характера. Его твердость. Надо признать, ты показал, что у тебя есть яйца. Парниша. Здоровенные стальные яйца. Знаешь, Рис, у меня не было ничего. Но я сумел дойти до вершины. Я когда-то был простым секретарем. Ну-ка, погоди. Купюроголовый. А потом меня увидел Джек. Он был лысым и делал операций по пересадке искусственных волос. Я его к лысой башке купюры приклеивал. Может быть, на самом деле. Нас с тобой отличает только то, что сейчас и вооружен, а ты нет. Слушай, купюроголовый, волосы почти как настоящие. Слушай, купюроголовый. Купюроголовый? Именно так. Ты пытаешься внести свои пять копеек в мое развитие. Лучше возьмите пять копеек и положи к своей башке на затылке. Купюроголовый. Я пытался быть великодушным. Пошли. Как ты его? Спасибо, парень. Когда твой труп привезут на Гелиос, я позабочусь, чтобы мне оставили немножко твоей кожи. Сделаю из нее кошелек. Я буду смотреть на него и вспоминать твое перепуганное лицо. Вау, вот это жутко прозвучало. Черт, Медери. Твою же мать. Может, нам не надо туда заходить? Это какое-то странное место. Использовать консоль. Не могу дождаться момента, когда привезут тебя на Гелиос, Рис. Давайте заюзаем, посмотрим, что она может. Что она могет? Нет! Эй! Какого хрена? Я просто не хочу верить, что она была со мной только, чтобы потом обмануть меня. Отношения должны строиться на доверии. Не знаю, смогу ли я снова быть Сашей. Как мне с ней начать разговор на эту тему? Вам с ней нужно поговорить. Обсудить все. А дальше уже по ситуации. Да, нужно поговорить. Аутист это запомнит. А, Август. Может, ты аутист, я не знаю. Хотя парень забавный. Давай, не пытайся что-нибудь выкинуть. Пистолет у него крутой такой, смотрю. В стиле стимпанка. Ёпта. Так, давай используем консоль, и сейчас активируется барьерушка. Эй, что это за фигня? Нет, 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 нет. Ого. Мне, честно говоря, не очень затея нравится. Выглядит оно как-то стрёмно. Это типа солнечная система какая-нибудь там еще, да? Звездная система, может быть. Галактика. Хер его знает, что это. Эй. Хорошо поболтали? Не думаю, что ему понравилось. По крайней мере, не так оказалось. Думаю, Саша сильно его задела. Да, я это видел. Ты о чем? Что? Не, ничего, я просто так. Элемент Гортиса готов к объединению. Мы поняли, поняли. Кажется, сестренка смекнула. Думаю, нам пора. Я так понимаю, что это нужно, типа, одновременно запустить, чтобы все было хорошо. Так-с. А, их сдвинуть надо. Давай, 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 толкайте! Ииии, сейчас что-то произойдет. Что-то явно не очень хорошее. Давай, давай, долбим, 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 долбим. Отлично. Продолжай толкать. А я что, по-твоему, делаю? Давай, 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 давай. Давай, родной, давай! Ну же, ну же, ну же, ну же, мать твою! Давай, блин, клавиатуру лишь бы не сломать. Готово. Программа завершена. Перестраиваю матрицу вероятностей. Ух ты! А это что за бублик? Ты кто такой? Что это еще за хрень? Это металлический шар. И как он нам поможет попасть в хранилище? Мы не можем его оставить. Наш единственный козырь. Может быть, это что-то типа ключа хранилища? Не похоже на ключ хранилища, который я видела. Да ладно, единственный ключ из хранилища, что ты видела, это подделка, которую ты пыталась намтюхать. Твоя правда. Хорошо. Хватай эту штуку и пошли. Она только мне бьется, надеюсь. Так, дать попробуем. Ух ты! Что ты делаешь? Бери его! Ёпта! О, беда. Нет, нормально. Внимание, устройство Гортиса в опасности. Ну, молодец, идиот. О-оу. О-оу, кажется, у нас большие проблемы. И что нам делать? Не-не-не-не, с ним все в порядке. Видите, с ним все хорошо. О, нет. Не так все должно было быть, Сирис. Совсем не так. Нет проблем, все хорошо. О-оу, кажется, у нас реальные проблемы. Твою же мать. Я надеюсь, что они стрелять сейчас не будут. Главное, чтобы из них никто первый огонь не открыл. О-оу, боже. Эй! Не делай этого. Что? Что ты делаешь? Доверься мне. Что они, блядь, делают? Назад! Воу-воу-воу-воу-воу! Что ты делаешь? Это нехорошо, чуваки. Совсем нехорошо. Ризи, ты должен пустить меня в свою подсистему, старик. Я могу взломать этих дронов, и я могу точно гарантировать, что никто не сдохнет. Если, конечно, они тебе нужны. Я просто... Пусти меня! Я... Не делай этого. Ты меня предала, мать твою. Вон! Все под контролем. Довериться Фионе, довериться Джеку. Довериться Фионе или Джеку. Послушай, мы можем взять под контроль... Все тут. Довериться Фионе, довериться Джеку. Фионе или Джеку довериться кому? Фионе, давайте попробуем. Что ты собираешься делать, Фиона? Нет, нет, нет. Вы совершаете большую ошибку. Что она задумала? Мне даже интересно, что будет. Никто не живет вечно, ведь правда? Твою мать. Такая игра была, называлась No One Lose Forever, по-моему. Или как-то так название было? Я не помню уже. Что тут? Дело плоховато. О! О-о-о! Это же одна из гранат, которая у нас была с вами. Черт, я дери. Довериться Джеку или Фионе? Даже будет интересно посмотреть, кому и сколько процентов доверяли людям. Джек интересный парень, но доверять ему я бы не смог в полной мере. Что же было дальше? Дроны могли просто расстрелять всех. В следующем эпизоде Tales from the Borderlands. Черт, я дери. Это круто. Блядь, третий эпизод, наверное, еще пиже, чем второй, будет и первый. Первый куш. Да-да-да. Судя по всему, это женские руки. Может, их мама? Я не знаю. Вот такие вот пироги, друзья мои. Фу! Надеюсь, что вам понравился эпизод. Не забывайте ставить пальцы вверх. Для тех, кто досмотрел до конца, вы просто молочаги. Надеюсь, реально понравилось. Перевод выполнил командой Toll Match Team. За что им большой-большой респект. Между прочим, ребята перевели и все вот эти вот надписи игровые. Там горячо, холодно. Надписи на фотках. То есть полное погружение в игру у нас было. Так, давайте это пропустим. Это ж можно пропустить. Это пауза. Или не пауза. Или пауза, я не знаю. Какая-то вакханалия творится. К сожалению, нам не показали, какой кто делал выбор. Поэтому на этой ноте, друзья, мы закончим. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем эпизоде. С вами был Брэйн. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok